друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых мои хорошие мы с вами сегодня будем обсуждать свежий ролик колес которому буквально час час всего на всего ну что ж ролик под названием готовим дом к возвращению мамы чем питаемся мы без мамы ну по поводу чем питаемся чем чем макароны люблю я макароны да на завтрак на обед на ужин и на полдник друзья мои но это не про меня это собственно про колесниковых что касается готовимся готовим дом к возвращению мамы здесь знаете прям сразу картина маслом рисуется ковровая дорожка друзья мои стоит алёшка да да прям стоит при параде с букетом цветов дети выстроены буквально как по линеечке да и все все встречают мамку ждут мамка мама мама приехала да все довольны и счастлива ну ладно друзья мои не в общем начало ролика встречали говорит ездили встречали девчонок говорит никита надо же когда такое было а я скажу только по той причине потому что дед появился поэтому и ездят теперь встречают девчонок до этого лёха сидел благополучно спокойно на жопе ровно и никого не встречал даже тогда когда дети по одиночке возвращались в темное время суток зимой да не возвращались из школы домой лёшку и светку это особо знаете как там не волновало них это были проблемы ну и что у анжелки друзья мои выпускной наша деваха стала уже совсем взрослой прощай школа анжелка вы знаете какая то вообще сегодня без эмоций да без эмоций все у нее болит чувствует себя неважно ребята но прикид анжелки это знаете какая то я бы сказала перезрелая лолита прям прям вообще без слез не взглянешь да вот а мне просто интересно но вы же знали как не крути да о том что у нее будет выпускной о том что у нее будет последний звонок о том что у нее будут определенные мероприятия неужели нельзя было заранее подготовить для нее какую-то соответствующую одежду лёх а вы все время там знаешь намекаете нам на свою какую-то там прям такую истинную веру да это кстати вот по поводу этой веры мне некоторые товарищи для чего-то продолжают писать активно они не веруют они там вообще вы что не понимаете но слушайте если вы не понимаете что такое стёб если вы не слышите не слушаете мои обзоры то это наверное вы чего-то не понимаете да когда я говорю про людей что это неверующие оряженные тут уже собственно все становится ясно абсолютно точно они неверующие они в сектах они туда вы наверное с ними в этой секте вместе где-то там находитесь откуда вы все знаете мне просто интересно все все знают да знать не знают колес но все знают о них особенно вот те которые знаете только-только про них что-то узнали так вот что я хочу сказать что они там где кому-то относятся и так далее все уже это обмусолили мы с моими зрителями миллион раз все уже давным-давно поняли что к вере эти люди не имеют никакого отношения да что они действительно являются просто ряженными людьми и они просто присасываются к месту где могут получить какую-то халяву все это обмусолили и хватит я не собираюсь этому солить каждый свой ролик когда я говорю и прикалываюсь и стебусь по этому поводу так вот друзья мои смотрю я на анжел стоит вот это знаете перезрелая лолита обтяг все в обтяг это нечто сразу вспоминаю светку в косынке сразу вспоминаю светку вот с этим обтянутым пердаком сразу вспоминаю светку которая бежала к своему свекру друзья мои помните в лосинах без трусов да были такие времена были и времена в термобелье когда светка стояла и лёшка ее снимал на всю ивановскую на весь youtube помните в примерочной в общем выбирая светке термобелье та стояла обтянув все на свете и пердак и все все что можно и нельзя и знаете что-то не про какую веру не про какую скромность они тогда не вспоминали вот я говорю тут вообще смешно туда как говорится либо крест один либо тогда трусы да с ними либо трусы один либо крест ними в общем что-то из этой серии так вот а анжелка лолита говорю анжелка ребят умереть не встать вот это юбчонка которая ей мало уже наверное лет как пять да ну не под эти ляжки вот это юбчонка смотрится во-первых она в ней как подстреленная во-вторых очень не скромно очень некрасиво и не по ее фигуре да вот эта блузка непонятно серо-буро-малинового цвета которая вот-вот если анжелка сделает какое-то неловкое движение эта блузочка просто лопнет на ней в самый такой знаете интересный момент да вот эти бантики друзья мои вот это лента выпускницы но о чем я хочу сказать что меня конечно в этой во всей истории смутило но естественно бантики и собственно причесон анжелки а кто простите сделал нам сей причесон мне интересно но я понимаю те которые как говорится не в курсе да скажут анжела сделала или там настя помогла или там может быть виталина нет у всех у них в этом плане руки в одном месте растут эти девчонки себе не в состоянии нормально по-человечески даже элементарные хвосты заплести это знают абсолютно все зрители которые смотрят на так скажем уже постоянной основе колесникова и вот друзья мои я уверена в том что светка уже находится благополучно дома с ребенком без ребенка понятия не имею но то что светка находится дома это сто процентов но кто бы стал заплетать анжелку друзей у них нет сто лет колеса здесь никому не нужны когда когда светки не было я помню прекрасно да когда помните был момент когда она значит лежала как раз таки в больнице да и был такой момент и девчонки ходили у них были абсолютно простые хвосты что там сами смогли себе что-то там наляпать тяп-ляпать и так далее а здесь анжелка точно себе такого никогда не сделает и настя тоже ей в этом плане не помощница потому что настя только научилась буквально недавно заплетать себе элементарный хвост также и анжелка тоже недавно этому научилась короче друзья мои чудны дела мамку все возвращают из больницы возвращают а она вроде как уже благополучно даже и дома находится и вроде как голос ее слышим да но многие слышат пишут об этом да я об этом тоже говорила в своем обзоре спасибо девочкам которые написали и здесь вот эта ситуация с прической анжелы но это сто процентов девчонки бы такое себе не сделали а в то что у них какие-то есть друзья кто бы там анжелку привел в порядок вообще не верю в это абсолютно нисколечко никто бы анжелкой бы заниматься бы точно не стал ну да ладно друзья мои есть как говорится о чем подумать да и вот она значит в этом во всем наряде прикидив обтяг да сразу как-то вспоминаются лешкина вот эти слова про веру про скромность а мы не такие а если кругом все там вот я боюсь чтобы наших детей чему-то не научили лег ваши дети сами кого хошь к чему хошь как говорится научат да так что мама не горюй в общем да друзья мои анжелка стояла ну вроде с одной стороны и довольная что прощай школа видимо это учеба ей как говорится уже поперек глотки встала а другой с другой стороны анжелка же прекрасно понимает что еще только это начало пути друзья мои а дальше будет больше ну анжелка как всегда такая вообще знаете вся какая-то поникшая непонятная далее разговор значит протекает уже на кухне я смотрю там что-то настя пытается разговаривать общаться с отцом ребят настя вообще говорит наверное хуже всех ну правда хуже всех разговаривает говорить не умеет непонятно что говорит болтает много непонятно что каша во рту просто конкретная невозможно разобрать слова у насти это какой-то кошмар взрослая деваха но и что усаживаются они за стул анжелка отказалась типа есть у нее живот болит но у нее лошка говорит у нее живот болит живот болит лешка да у неё же желудок болит из-за вашей вот этой вот непонятные жрачки даринка смотрю не отлипает от деда друзья мои даринка от деда а виталинка пользуясь случаем что до ринки нет рядом с папаней виталинка не отлипает от отца бедная кошка орет и орет Орет и орет. Я прекрасно поняла. Кто, как говорится, виноват в том, что орет кошка и не может прекратить вот этот вот ор, да? Потому что ее схватила опять вот эта ненормальная Дарина и опять ее тискает. Виталина ей уже раз пять повторила. Оставь, отпусти кошку, оставь, отпусти. Это и пофиг венике. Ну и кто после этого скажет, что она не мучает животное? Конечно, мучает. А Клисо, как всегда, сделал вид, что ему это неинтересно и что, знаете, ничего не знаю, ничего не вижу, ничего не замечаю. Правильно? Очень удобно. Далее в четыре руки дед вместе с Лехой варят супец, друзья мои. Да, да, вернее, нет. Папаня, дедушка, дедуля, значит, варит супец. Ну, а Лешка делает зажарку и озвучивает нам, что, представляете, когда Светочка находится дома, оказывается, макароны у них бывают крайне редко. Ага, конечно, Леха. А то мы не видим, что у вас бывает. Может быть, ты свои ролики не смотришь, потому что ты к ним теперь в последнее время никакого отношения не имеешь, особенно, когда Светка находится дома. А мы-то прекрасно видим, что готовят в вашей семье и что подают в вашей семье. И могу сказать точно, чего практически никогда нет в вашем доме. Это мясо. Мясной продукции. Мясная продукция у вас вообще под запретом. Под запретом. Да, друзья мои, как-то так. Далее. Далее Лешка опять, опять рассуждает, друзья мои, про сладкие, про несладкие, про макароны, значит, всякие разные там с колбасой и так далее. Ну, прям, знаете, послушав этого товарища, подумаешь о том, что у них прям там, знаете, питание по системе все включено. Хочешь тебе макароны с изюмом, хочешь тебе макароны со специями, хочешь тебе макароны с майонезом, а хочешь тебе макароны с колбасой. Да-да, представляете, какой вообще, какой ассортимент, да, вот только мечтать и мечтать. Далее. Далее Лешка признался. Потерял он навыки, друзья мои. И у отца, говорит, лучше получается суп. Ребята, я когда увидела вот это дедово варево, которому уже где-то, наверное, неделя, да, ну, не то, что неделя, уже они все это съели. Я к тому, что вот когда вот показали первый раз, вот, когда Лешка сказал, это суп, потом он говорит, нет, наверное, это соус. Я когда вот это увидела, мне вот эту картинку почему-то, вот это, вы знаете, вот это хрючево, мне ее не развидеть по сей день. Я вот ее прямо сейчас, по сей день, когда говорю об этом, вижу ее перед глазами. Для меня это какая-то вот непонятная блевотина. Уж простите, пожалуйста, но это выглядело именно так. Это выглядело просто ужасно. И, конечно, дети. Естественно, они будут все это есть, потому что хочешь, не хочешь, но день не поешь, да, два не поешь. Но на третий день все равно будешь есть то, что тебе дают. Потому что выбора нет абсолютно никакого. Короче, Лешка признается, что навыки уже потерял. Да, так скажем, все уже, как говорится, на списание тебя, Лех, мы тебя списываем. А папа у него, типа, варит суп намного лучше. И вот он, значит, там это. Далее Лешка показывает, да, показывают они, значит, там, что у них там происходит на кухне и так далее. И Анжелка, смотрю, сидит какая-то грустная, какая-то поникшая. Видимо, Анжелке тоже уже весь этот цирк надоел. Анжелка, наверное, просто в шоке от того, что происходит, от того, что, возможно, будет в ближайшее время происходить, да. Ну и так далее. А Лешка начинает делиться с нами, со зрителями тем, что любит дедушка, его папа. Он говорит, ой, вы знаете, дедушка у нас так любит кисломолочные и молочные продукты. Вот может спокойно там выпить, там молочку. Дед говорит, да-да, целую бутылку. Леш, я тебе открою секрет. Твои дети тоже любят кисломолочную, молочную продукцию, сладости, рыбу, мясо, колбасу, сыр и так далее, овощи и фрукты. Просто вы этого практически им не даете. Крайне редкий случай, когда тебе удается схватить вот эту просрочку. Вот тогда, как говорится, гуляй рванина до последнего рубля. Ну и что, ролик заканчивается тем, что практически все предели, но опять же, мои хорошие, не все. Понимаете, все да не все, вот как говорится, да. Видим мы с вами Виталину с Настей, которой им, как всегда, досталось все самое сложное. Они должны навести порядок в этой гостиной. Ребята, там только что конь не валялся, знаете, и уже не ползают, да. Это просто нечто. Это вообще там все засрано. Потом я смотрю, Виталинка моет полы, ну как может, как говорится, так и моет, да. Начнем с того, что ребенок еще, собственно, маленький, мелкая, бегает, орет, как ненормальная. У нее по сей день почему-то, хотя ей уже седьмой год пошел, нет никаких обязанностей. Ну и понимаете, кто не в курсе, скажут, какие у нее должны быть обязанности ей всего-навсего седьмой год. А я скажу о том, что Виталина, когда ей было пять с половиной лет, она уже ведрами ловко чистила картошку. Да, ее заставляли это делать родители. И не только картошку, ее заставляли делать и многое другое. По этой причине Виталина повзрослела очень быстро. А мелкой исполнилось в марте месяце шесть лет. А сейчас у нее пошел уже седьмой год, друзья мои. Ну, она как бегала, как носилась, как раненый лось, так и носится. Причем орет, как ненормальная, вообще как неадекватная. В этот раз, я смотрю, дед не делает ей замечаний. Дед с ней, наоборот, сисюкается, носится с ней, как с писаной торбы. Поэтому, конечно же, с этой мелкой толку никакого не будет. Но она им даст просраться конкретно. Я, кстати, очень этого хочу увидеть, как им дети, вот такие, как Даринка, дадут просраться, когда колеса будут уже, так скажем, пожилыми людьми. Ну, а что, друзья мои, что еще? А, Анжелка. Анжелку тоже что-то не видно. То есть, Анжелка, видимо, пошла отдыхать, да, имеет право, как говорится. Ну, а самые вот эти золушки Виталина и Виталина и Настя, они, как всегда, да, при деле и так далее. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Ребятки мои хорошие, всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал. Всем, кто ставит лайки. Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok